Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассенда. Смотрите сейчас. Интересы жителей на первом месте. В горосполкоме прошел прием граждан. Есть возможность забираться и обратиться к любому из депутатов городского, областного совета. Что обсудили? Воду канули. В Могилевской области участились случаи гибели на реках, опасная беспечность или злой рок. Лекарство от старости. В Бобруйске проходит проект «Градус 100 плюс». Здоровье начинается с детства. И чтобы оно сохранилось и помогало им реализовать все их навыки и умения в целом по жизни, как сохранить молодость. А также доступное топливо, лесные пожары и востребованная продукция. Темп экспорта легкой промышленности вырос на 20%. Куда отгружают товар? Действенный инструмент помощи. В горосполкоме прошел прием граждан. Жители смогли обратиться к депутатам палаты представителей Могилевского областного и Бобруйского городского советов. Подобные встречи, причем не впервые, провели также в администрации Ленинского и Первомайского районов. И они показали свою эффективность. Чаще всего, как показывает практика, людей волнует сфера ЖКХ и состояние дорог. Есть возможность избирателю обратиться к любому из депутатов городского, областного совета или палаты национального собрания. Но кроме этого, когда проводится совместный прием, за счет этого можно решить сразу, скажем так, проблему на уровне республики, на уровне города и на уровне области. В каждом случае депутаты дают разъяснение. Некоторые вопросы взяты на контроль, так как требуют более углубленного изучения. К слову, на сайте горсполкома можно найти подробную информацию о времени приема в конкретных округах. Опасная пора. В области участились случаи гибели людей на воде. Только за неделю утонули 4 человека. В Березине в Бобруйске в конце апреля обнаружено тело парня, который ушел из дома еще в январе нынешнего года. В Глузском районе в Карьере также найден мужчина. Самый странный инцидент произошел в областном центре. 1 мая в закопанной в землю 200-литровой бочке захлебнулась пожилая женщина. У нас начался дачный сезон. Хотелось бы обратиться к владельцам огородов на дачных участках. Емкости, которые мы используем для полива огородов, должны быть ограждены и недоступны для контакта с малолетними детьми. Они огорожены забором, либо в помещение убранное, либо накрыты крышками, которые невозможно сдвинуть малолетнему ребенку. В этом году в стране утонули свыше 100 человек. В Могилевской области 14 жертв водной стихии. Четыре приходятся на Бобруйск. А свод призывает соблюдать меры безопасности при нахождении у рек. Особенно сейчас, когда резко упал уровень воды и берега скользкие. Промышленный потенциал, очередное снижение и первая работа. В стране в этом году планируют трудоустроить 40 тысяч молодых людей, чем заняться летом. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Темп экспорта легкой промышленности по итогам прошлого года вырос на 20%. Более чем две трети товаров отгружаются за рубеж. Несмотря на санкции, найдены новые логистические цепочки и рынки сбыта. Основным торговым партнером по-прежнему остается Россия. Также белорусская продукция востребована в Армении, Таджикистане, Узбекистане, Индии и Турции. В республике началась регистрация на централизованное тестирование. Подать заявление можно в электронном виде на сайте РИКС или лично посетить учреждение образования, где работает соответствующий пункт. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. ЦТ начнется 14 июня с белорусского языка и завершится 4 июля всемирной историей. Резервные дни 11, 13 и 15 числа. В стране в десятый раз за год снизились цены на автомобильное топливо. 92-й обойдется в 2 рубля 26 копеек, 95-й и дизель в 2,36, 98-й в 2,58. Предыдущее уменьшение стоимости, напомним, произошло неделю назад. Последнее подорожание было 28 июля 2022-го. Разница на начало года – 32 копейки. Ограничение на посещение лесов введено во всех районах Беларуси, кроме Брославского. Только за последние сутки ликвидированы 7 пожаров. На онлайн-карте Минлесхоза почти вся территория страны отмечена желтым. Запрещено въезжать в массив на автомобиле и разводить костры. Нарушителям грозит штраф до 444 рублей. В Беларуси в этом году планируют трудоустроить не менее 40 тысяч ребят до 18. На это выделено более 10 миллионов рублей. Уже заключены договоры с 400 нанимателями. К слову, в стране был пересмотрен перечень легких видов работ для юноши и девушек. К списку добавилась ручная мойка автомобилей, ремонт и переплет книг, помощь в сервировке стола и уборка посуды в объектах общественного питания. Праздник со слезами на глазах. В городе масштабно отпраздновали 78-ю годовщину Победы. Митинг-реквием, патриотический автопробег, кинотеатр под открытым небом и торжественное шествие. Бобручане целыми семьями присоединились к акции «Беларусь помнит». В этот день бесконечно звучали слова благодарности ветеранам о том, как это было далее. И мы обязаны жизнью. В День Победы главное внимание ветеранам. Тем без кого не было бы этого священного праздника. Живых свидетелей войны в Бобруйске осталось всего 32. Для них подарки, цветы, слова благодарности и искренние пожелания здоровья от руководства города. Трогательный сюрприз ждал Надежду Хрущинскую. Музыкальный презент в исполнении военного оркестра растрогал женщину до слёз. Спасибо вам, что не забываете, что нам настроение, как говорят, силы даёте на целый год. Администрация города, трудовые коллективы и молодёжь возложили алые гвоздики у подножия мемориала в честь воинов, которые отдали жизни при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 44-го. Многотысячная колонна в сопровождении оркестра прошла по Минской. В руках участников республиканской патриотической акции «Беларусь помнит» портреты дедов и прадедов, которые самоотверженно держали удар. В сердце каждого бесконечная благодарность и гордость. Наш прадедушка Блинов Владимир Николаевич участвовал в взятии Кенинсберга, получил медаль за отвагу. Мы гордимся и помним! У легендарного танка Т-34 прошёл митинг «Реквием». Дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь победы и сокрушил фашистское зло. Торжественный марш военных и представителей силовых ведомств Бобруйска поразил своей слаженностью и синхронностью. Весь день в городе работали выставка боевой техники, тематические площадки, фотозоны и ярмарка мастеров. Все желающие смогли попробовать солдатскую кашу, познакомиться со снаряжением и амуницией бойцов Красной Армии. Дорогие побручания, поздравляю вас с великим праздником, светлым праздником, с Днём Победы. Мы благодарим ветеранов за тот подвиг, который они проявили. В десятый раз подряд праздничный автопробег собрал истинных патриотов своей страны. В колонии около 300 машин, а это более 1200 человек. У Георгиевского храма в небо запустили белоснежных голубей. Далее победный заезд проследовал к Кургану Славы в деревне Сычково. Участники акции растянули государственный флаг – символ суверенитета и независимости Беларуси. День Победы – это великий наш праздник, который мы отмечаем всей семьей, всей страной. Мы доказываем это, что наш народ непобедим, единый, и мы любим нашу страну. Спортивный азарт объединил участников традиционного забега на призы информационного агентства «Бобруйск-Медиа». Эстафета собрала 71 команду, а это 710 человек – представителей предприятий, учащихся колледжей школьников и воспитанников подростковых клубов. Победители получили кубки, дипломы, беспроводные наушники и не только. Готовились, волновались, но, знаете, вот как только тебе передают эту палочку, сразу же все волнение уходит, и ты понимаешь, что нужно только бежать, бежать и бежать. В шесть вечера на площади Победы прошел флешмоб. Представители общественных объединений поставили хореографические номера под песни военных лет. Оригинальные аранжировки и мастерство исполнителей собрали восторженные аплодисменты многочисленных зрителей. Впечатление у нас вау. Мы знали, что в флешмобе выступали наши коллеги, и мы очень за них болели. И вообще это фееричное выступление. Спасибо большое за такой приятный праздник. Самый великий праздник в году. Празднование завершил кинотеатр под открытым небом. На экране показали российский военный фильм «1941-й. Крылья над Берлином». История о подвиге Миноторпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Баллада о самоотверженности, стойкости и отваге никого не оставила равнодушным. Завершился показ киноленты ровно в полночь. На самом деле очень потрясающе, что есть такая возможность, что можем прийти с ребенком, со всей семьей, что могут люди также прийти и посмотреть прекрасный фильм. Три миллиона загубленных жизней, сотни разрушенных городов, сожженных деревень и утраченных культурных ценностей. Беларусь помнит, какой ценой досталась победа. И каждый год чтит память тех, кто отважно сражался за Родину. Елизавета Липеева, Татьяна Горбач, Ольга Васенда, Павел Зуев, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Временные неудобства. В Бобруйске начали отключать горячую воду. Первая на очереди многоэтажки в микрорайонах Северный, Приберезинский и Молодежный. Гидравлические испытания проводятся согласно графикам. С 10 по 15 мая, а также с 29 числа и по 3 июня. При обнаружении открытых люков, парения из них, провалов грунта, выхода теплоносителей на поверхность, просим сообщать диспетчерскую службу нашего филиала. В конце месяца стоит приготовиться жителям домов по 50 лет в ЛКСМ Ульяновской, Рокоссовского, Лынькова, Комарова, Гагарина, Гоголя, Горелика, Семисаловой, Наумова, Западный и Переулка, Сосновый. В приоритете правильное питание. В Бобруйске проходит проект «Градус 100 плюс». Инициаторы – зональные центры гигиены и эпидемиологии. На базе третьей поликлиники специалисты провели семинар-практикум на тему здорового образа жизни. Присоединились как пожилые люди, так и молодежь. Им рассказали о вреде избыточного потребления соли и сахара. Показали, как правильно измерять давление и массу тела. Здоровье начинается с детства. И чтобы оно сохранилось и помогало им реализовать все их навыки и умения в целом по жизни, нужно действительно обладать хорошими ресурсами здоровья. Такие занятия проводятся регулярно. Причем активно помогают нам социальные службы проведения этих мероприятий, городская власть, здравоохранение в целом города. После прошла зарядка на свежем воздухе. Третья поликлиника внедряет принципы активного долголетия в рамках программы «Стратегия устойчивого развития до 2035-го». В приоритете демографической политики государства увеличение продолжительности здоровой жизни белорусов. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!